Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это значит, что вы на канале Лёша Играет. И вчера вышло дополнение Лидер Пас, точнее, начало выходить первые три лидера из платной части и один бесплатный лидер. И о них поговорим дальше, но Фераксис были бы не Фераксис, если бы не сломали игру, причём в буквальном смысле. Когда скачались 5 гигабайт, у кого-то игра просто не запускалась, у кого-то она запускалась, но не было никакого дополнения. Кто-то даже писал, что у них все сейвы постиралось, я не знаю, как такое можно было сделать всего лишь добавлением четырёх лидеров. Они даже никакие новые механики не ввели в игру, просто четыре новых лидера, и игра всё сломалась. У меня, например, она не запускалась, а зависала на экране загрузки. Они выпустили ещё какие-то фиксы, в общем, после танцев с бубном лично у меня запустилась, и даже все лидеры имеются, но люди пишут, что у многих это дополнение так и не появилось. Во всяком случае, на момент записи этого видео проблемы всё ещё были. Вообще не понимаю реально, как таким образом можно было игру сломать. Они там даже никакого патча не сделали, понимаете? Они не вносят ничего нового в игру, только три лидера. Поразительно. Ну, давайте, собственно, к лидерам перейдём. Бесплатный лидер для всех Юлий Цезарь, он к Риму относится, да, кстати. И тут у них проблема была. Лёг сайт 2K. Чтобы получить этого лидера, надо в вашем сервисе, где вы купили игру, привязать аккаунт 2K. Вот народ бросился это делать, и сайт тоже лёг, так что на момент записи этого видео тоже не у всех получилось даже бесплатного лидера получить. Способность Юлия Цезаря Винни-Види-Вичи. 200 золота при первом захвате города, 100 золота при разграблении аванпоста варваров. При открытии стали оба бонуса увеличиваются до плюс 500 золота, но всё это касается стандартной скорости. То бишь на сети войны самый быстрый будет плюс 100, плюс 50 и плюс 250 получается. Единственное, что если вы играете с варваровскими кланами, то вот эти плюс 100 за разграбление можно получать несколько раз. Там какой-то тайм-аут, по-моему, 8 ходов или 5 ходов. То есть именно что не уничтожение лагеря, а разграбление. По-моему, способность Трояна, другого лидера Рима, бесплатное здание в центре города при основании, всё-таки покруче. Потому что у вас всегда практически имеются монументы, это, по мне, так лучше. Америке добавили Авраама Линкольна с довольно необычным бонусом. Итак, промышленные зоны дают плюс 3 лояльности в ход, но при этом плантации минус 2 лояльности. А после строительства промышленных зон и построек в них бесплатный юнит ближнего боя. Это чем-то похоже на способность Византии, которые получали тяжёлую кавалерию за каждую постройку в развлекательном центре. Кроме того, этот юнит не требует ресурсов на создание и содержание и внезапно получает плюс 5 к боевой мощи. Ну, то есть, если вы вышли в линейную пехоту, то при строительстве промышленной зоны получится линейную пехоту, у которой будет сила на 5 больше, чем у обычной. По-моему, довольно круто, но, с другой стороны, в тот период, когда вы начинаете строить промышленные зоны, вряд ли вы прям сможете кого-то зарашить этими юнитами. Все могут быть готовы. А вот этот штраф минус 2 к лояльности за плантации может быть занозой в попе. Если вам так повезло появиться среди ресурсов, которые требуют плантации, может быть тяжеловато удерживать города. Конго добавили лидера женщину Нзингом Банди, и её бонус чем-то похож на бонус лидера Майя. Города на том же континенте, что и ваша столица, и сама столица тоже, получают плюс 10% ко всем доходам. То есть там к еде, к производству, к науке, к культуре. Ну и, соответственно, города на других континентах штраф минус 15%. Выглядит помощнее, чем у Майя, потому что там штраф за расстояние был, а не за другой континент. Так что просто заселяйте свой континент, и будет вам счастье. Да, и Нзингом Банди теперь может основывать религию, потому что Конго не могли основывать религию из-за способности лидера мужчины. В общем, вот Конго интересно попробовать будет. И, наконец, у арабов переработали Саладина. Не знаю, почему нельзя было добавить нового лидера, надо было всё того же Саладина только в виде султана добавлять. И у него тоже странноватый бонус, плюс 100% к бонусу за атаку с фланга и поддержку всем боевым религиозным юнитам. Ну, он сильный, конечно, при войне, но имхо способность Саладина-визиря, что вы можете за одну десятую покупать религиозные здания, а также эти здания будут давать плюс 10% к науке, культуре и вере покруче, чем вот этот бонус за атаку с фланга. С другой стороны, если играть через войну, то это существенный прирост к силе. В общем, ваши впечатления от этих четырёх лидеров пишите, пожалуйста, в комментариях, а также на страничке сообщества проголосуйте, за кого из лидеров мне записать вам прохождение на божестве. Вот, как видите, в момент записи уже больше полутора тысяч голосов лидирует Аврам Линкольн, чуть-чуть опережая Юлия Цезаря. Возможно, ваш голос будет решающим. Ну и напишите, удалось ли вам вообще установить это дополнение, продолжаются ли у вас проблемы. Фераксис, конечно, в своём репертуаре, ещё раз повторюсь, что поражён, как можно было здесь так накосячить всего лишь с четырьмя новыми лидерами. На этом всё, играйте в умные игры, слава Украине, живи Беларусь, всем пока. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты всё ещё не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Субтитры сделал DimaTorzok